А помнишь ли ты, Танечка, этот радостный момент, вероятного счастья, когда ты сквозь сон в школьные годы слышишь голос диктора по радио, который говорит, сегодня отменяются занятия. Друзья, в понедельник младшеклассники Тобольска и Утровская Ишима в школу не ходили. Мороз подарил дополнительный входной, а ведь зима только начинается. Поэтому мы решили сегодня поговорить о школьных актировках и поговорим вместе с заместителем директора департамента образования и администрации города Тюмени Анатолием Ивановым. Анатолий Викторович, здравствуйте. Доброе утро. Итак, что принято считать под актированным днем? Когда отменяются учебные занятия в общеобразовательных школах из-за неблагоприятных погодных условий, проще говоря, из-за сильных морозов, в эти дни дети в школу не ходят. А кто принимает решение, что этот день назначается актированным? Распоряжением администрации города Тюмени утвержден регламент работы администрации по информированию населения по отмене занятий по неблагоприятным климатическим условиям. В департаменте образования администрации города издан приказ, которым определен перечень сотрудников департамента, которые дежурят в течение зимы, принимают информацию от гидрометеоцентра и принимают решение об отмене занятий. Между гидрометеоцентром и департаментом образования заключен договор, в соответствии с которым сотрудники гидрометеоцентра в 6.00 утром для первой смены и в 10.30 для второй смены передают погоду в соответствии с параметрами погодных условий, занятия отменяются или нет. А вот какая должна быть погода, чтобы отменили учебу? Ну, к примеру, если температура наружного воздуха минус 30 и скорость ветра до 2 метров в секунду, и температура воздуха минус 25, но скорость ветра более 2 метров в секунду, с 1 по 4 класса отменяется. Ну, ниже температура, когда и в зависимости от скорости ветра могут отменяться занятия с 1 по 9 класс и с 1 по 11. Вот мы за эфиром, да, уже поговорили над тем, что зима-то везде разная, в разных населенных пунктах, соответственно, и требования, и значения разные. Ну, у нас утверждены параметры погодных условий для Юго-Тюменской области. Они согласованы с управлением Роспотребнадзора по Тюменской области, они согласованы с управлением МЧС по Тюменской области и Департаментом образования и науки Тюменской области. А где можно узнать информацию родителям об актировке? То есть прослушали по радио, где можно узнать? Да, то есть вот ответственный дежурный департамент, когда принимает решение утром, да, или во вторую смену об отмене занятий, он передает эту информацию соответствующей службе, которые информируют население. Ну, во-первых, эта информация размещается на сайте администрации города Тюмени, на главной странице. И происходит информирование нашей информационной службы администрации города Тюмени. Также у Департамента образования и Гидрометивоцентра заключены договоры на информирование с радиостанциями. Это регион Тюмень, это Добрые песни, русское радио. Ну, также эту информацию родители могут получить в соцсетях, в Фейсбук, ВКонтакте, Твиттер, ну и по телефонам Департамента образования. Вот вспоминая свое детство, помню, однажды я пришла в школу, фактированный день, не знаю, что с мной произошло, мама, видимо, не посмотрела телевизор, не радио, до сих пор не могу забыть. Меня сразу же на пороге у школы сказали, Таня, разворачивайся и шагом марш домой. Вот это так правильно? Или все-таки нужно оставить, или заказать ему машину, чтобы его отписать? Нет, это очень серьезный вопрос, и он стоит на контроле у Департамента образования и школы, все к этому относятся с пониманием и отрабатывают. То есть ребенок по какой-то причине, родители не услышали, что занятие отменено, он пришел в школу, в школе дежурные учителя есть, которые проводят дополнительные занятия или внеклассные мероприятия. То есть ребенка ни в коем случае не отправят домой обратно, в любом случае он задействован будет. Вот, кстати, хотелось бы на этом заострить внимание. Вот действительно, актированные дни у нас может быть и много, получается, у нас успеваемость пойдет к низу. Вот как сделать в актированные дни, чтобы дети и не бездельничали, и как бы занимались? Ну, школы работают в этом направлении, информация, значит, занятия могут проводиться онлайн, посредством интернета. То есть от учителя ученик получает задание, выполняет его, отправляет учителю, задает какие-то вопросы. Учитель, если у него возникают вопросы, тоже может быть это происходить по скайпу, даже многие школы практикуют такой вид связи или просто оффлайн по интернету. А вот если, знаете, родители, ну, бывают разные, и кто-то посчитает, что да вот низкая температура, а день является обычным. Можно не пустить ребенка в школу? Ну, да, такие случаи бывают. Родители звонят, спрашивают. Да, то есть родитель может принять решение самостоятельно, если он считает, что его ребенку будет очень холодно, и не отпустить в школу, никто его за это не поругает. Я хотел бы обратить внимание, что очень часто родители звонят, задают следующий вопрос. Вот я еду в машине, у меня температура на градуснике 25 градусов, а вы объявили 30. Почему? Значит, я хочу дать пояснение, что вышка гидрометеоцентра, она находится в поселке Московском и в поле, да, то есть там, соответственно, температура ниже, чем в городе. Но у нас есть ряд школ, которые находятся на окраинах города Антипина, Березники, Митилева. Естественно, там погода не такая, как в городе. И вот этот вопрос с параметрами, с четкими, да, со скоростью ветра и с температурой, они определены, мы от них не отступаем. Но бывают случаи, значит, когда ответственный дежурный может принять коллегиальное решение, когда пограничная температура, да, с ветром или гидрометеоцентр передает информацию, что, например, 6 часов там 25 градусов, но планируется понижение температуры. В этом случае дежурный связывается с директором департамента или с заместителем, значит, принимается коллегиальное решение, может, могут быть занятия отменены так же. Ну, и так как у нас повторение, как известно, мать учения, давайте в завершении беседы еще раз напомним те значения, при которых мой ребеночек у нас дома наслаждается отдыхом, и где можно узнать информацию о актеров петня. Значит, скорость ветра минус, извиняюсь, температура окружающего воздуха минус 30, температура, скорость ветра менее 2 градусов, температура наружного воздуха минус 25, скорость более 2 метров в секунду, с первого по четвертый класс они обучаются. Температура воздуха минус 35, скорость ветра менее 2 метров в секунду, температура минус 30, скорость ветра более 2 метров в секунду, с первого по девятые. И температура минус 40, ветер до 2 метров в секунду, температура минус 35, скорость ветра более 2, с первого по одиннадцатые. Информацию об отмене занятий можно узнать на сайте администрации города Тюмени, в информационной службе, на сайте по телефонам Департамента образования, в соцсетях, Твиттер, ВКонтакте, Фейсбук и по радиостанциям «Регион Тюмень. Добрые песни. Русское радио». Спасибо большое за беседу. Хорошего дня вам. До свидания. До свидания.